В Латвию приехал новый старый эстонский премьер-министр Юрий Ратас. Он занимает кресло главы правительства Эстонии с 2016 года. Но сегодня его первый визит в Латвию после переизбрания. Эстонский премьер Юрий Ратас приехал в Латвию всего на один день. В полдень он встретился с латвийским коллегой Кришинисом Кариншем. На Юрия Ратасе галстук в цвет латвийского флага. Правда, встреча была короткой. Говорили всего полчаса о безопасности, экономическом сотрудничестве в проекте «Рейл Балтика» в будущем Европы. У нас сегодня была очень замечательная двусторонняя встреча с моим другом Юрием Ратасом. Я поздравляю его еще раз с повторным переизбранием. Как политик я хорошо понимаю, что это значит. Отношения между нашими странами очень тесные и очень успешно развиваются. Думаю, это замечательно, что один премьер может сказать другому, что во всех сферах наши точки зрения совпадают. Взять, например, сферу безопасности. За последние 5-7 лет в странах Балтии и Польши достигнут большой прогресс. Новое правительство Эстонии под руководством Юрия Ратас работает всего третью неделю. В коалиции три партии центристка, в которой состоит сам Ратас, Отечество и ультраправые, евроскептики Экре. У них в новом правительстве треть кресел. Впрочем, сам Ратас не считает, что Экре представляет угрозу проевропейскому курсу Эстонии. Это была наша главная цель – вступить в НАТО, Евросоюз, Еврозону, сотрудничать с ООН. Сейчас Эстония на 100% готова работать на благо Евросоюза. И для этого работает наше правительство. Я не могу себе представить, чтобы Юрий Ратас стал главой правительства, которое выбрало другой курс, не на ЕС. Новый состав эстонского правительства не означает, что отношения Латвии с северными соседями изменятся. Так считает политолог Уэрс Кудра. Правые силы, которые теперь представлены в правительстве, правда, они в меньшинстве, а в правительстве, но они вряд ли будут стараться усилить какую-то интеграцию относительно Латвии и Эстонии или трех балтийских стран. Приглашение националистов в правительство означает попытку задушить, затормозить развитие этой тенденции в политической жизни Эстонии. Накануне с критикой в адрес Секре выступила коллега Юрия Ратаса по партии и правительству министра образования Майлис Репс. Она заявила, что евроскептики недолго продержатся в коалиции, если не сменят риторику по многим вопросам.